Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Очень тревожные приходят, Ольга Юрьевна, новости. Мужчины страдают в России ожирением. Что же нам делать? Причем вся эта тенденция ухудшается. Растет, мужчины растут в размерах. Как это остановить? Как этому противостоять? Расскажите. Буквально сегодня попалась мне такая занятная популярная статья, которая называлась «Физкульт пока». Не «Физкульт привет», да, как раньше это звучало, а «Физкульт пока». К сожалению, не только мужчин постигла эта беда, избыточная масса тела, это и женщины. В России, кстати говоря, женщин, страдающих ожирением, больше, чем мужчин, если это немножко хотя бы утешит сильную половину. Но, конечно, ожирение, прогрессирующее у мужчин, нас тревожит сильнее, чем женское. Знаете почему? Потому что мужчины, по статистике, во всем мире и так живут меньше, чем женщины, к сожалению, да? То есть вас надо беречь, вас надо защищать. Вы имеете на это право, как такие вот, ну, рано уходящие, да, не защищенные эволюции, действительно, особи, если можно так сказать. А ожирение – это тот предиктор, тот страшный фактор риска, который Всемирная организация здравоохранения назвала входными воротами для всех неинфекционных эпидемий 21 века. Для сахарного диабета, для сердечно-сосудистых заболеваний, для онкозаболеваний. То есть это те болезни, от которых в основном и уходят люди до срока. В общем, что необходимо делать? Заниматься спортом, заниматься какой-то физической активностью, правильно питаться. Этого достаточно? Почему люди этого не делают? Это же вроде сейчас даже тренд на ЗОЖ. Вы знаете, вот, да, вопрос, когда начинать спасать мужчину от ожирения? Когда мама ждёт ребёнка, независимо, кого она ждёт, мальчика или девочку. Она уже должна вести себя правильно. Она должна правильно питаться, она должна не допускать перебора веса, но и дефицита массы тела собственного, да, во время беременности. Она должна помнить, что достаточное количество йодидов она должна употреблять, назначают у нас всем беременным и кормящим специальные таблеточки, компенсирующие йодный дефицит. Это вопрос интеллекта её будущего ребёнка. Вот на этом этапе он заложится. Надо, чтобы в конце беременности обязательно был исключён так называемый гестационный сахарный диабет, который стартует во время беременности и заканчивается у мамы во время беременности, но от этого пострадает плод, если эта штука случилась, её не лечить. И вот родится такой вот мальчик крупный, под 5 килограммов, да, тяжёлый, рыхлый, с избыточно мощно работающей поджелудочной железой. Вот, Ольга Юрьевна, пока сейчас мальчика рождается, у нас небольшая пауза, после которой мы вернёмся. Друзья, вопросы Ольги оставляйте в ВКонтакте страны.фм, также наш номер 8909-9281-899. У нас эндокринолог в гостях. Пользуйтесь возможностью. Дорогие друзья, мы продолжаем. Напомню, что у нас в гостях врач высшей категории, эндокринолог Ольга Демичева. Итак, родился мальчик большой, красивый, на 5 килограммов, может быть, около того. Что дальше, мама, как должна поступить, чтобы малыш развивался здоровым человеком? Ну, вот то, что такой полновесный родился, конечно, уже беда, и уже дополнительные риски у него нет. Это не норма, да, уже? Это не норма, конечно, существует нормальная масса тела. От двух, между прочим, 700, это нижняя граница нормы. Это спринтеры. Эти хорошенькие, да. Ниже не надо, тоже свои риски. А вот это как раз нормально, 2700-4, да, больше тоже не надо. Вот это вот коридор нормы для человеческого детёныша при рождении. Ну, родился полновесный, что делать? Будем дальше заниматься профилактикой рисков, они у него выше, чем у других. А вообще говоря, зачем надо следить? Растёт этот ребёнок, этот мальчик, мы говорим сегодня о мальчиках, и надо обязательно стараться, чтобы этот мальчик не имел ни дефицита массы тела, ни избыточного веса. Чтобы этот мальчик обязательно много двигался, чтобы этот мальчик много гулял, чтобы этот мальчик достаточно долго, до года получал материнское молоко. А с шести месяцев, чтобы в его рацион, скажем так, входили уже и те продукты питания, которые постепенно, расширяя его рацион, где-то тоже вот к тому же годику, сделают его всеядным, как и все мы, человеки. И он тогда сможет и нормально питаться, и к этому времени он уже ножками будет ходить, будет двигаться много. Дети вообще подвижны по природе своей. Это правда. Скажите, какие продукты лучше убрать от ребенка? Какие продукты могут ему помешать развиваться вот как раз с правильным индексом массы тела? Ну, собственно, сахар, наверное, да, сладкое? Ну, вы знаете, на самом деле, само по себе сладкое, особенно если это фрукты, например, это только на пользу ребенку. Фруктоза там, да, сахар другой. Нет, ну там содержится и сахароза, и фруктоза, например, в том же арбузе и того и другого достаточно. Искусственно добавлять сахар, то есть добавленный сахар, ложки сахара, который подсыпан в яблочное пюре или в какую-то кашу ребенку. Это не очень хорошо. Специальные подсластители, они не очень желательны. Естественным образом ребенок может получать сладкое, вот то самое сладкое, которое фрукты, естественно, да, естественным путем он это все съест, ему сахара будет предостаточно. Сложные углеводы, это крупы, которые в организме перевариваются. Да любая крупа, любая. Перевариваясь, как раз создаст вот те самые уровни глюкозы, которые необходимы для правильного развития. Вообще исключать из рациона ребенка, сейчас ведь у нас мама торопится, им некогда, многие консервы покупают, сухие смеси, из которых они быстренько, добавив водички, там, намешивают детское питание. И ведь пишут, что там витамины и прочие микроэлементы. Тут много у нас чего-то, туда действительно добавляют и витамины, и микроэлементы, но вряд ли это хорошая замена нормально приготовленной здоровой пищи. Готовить, конечно, многим лень, проще открыть баночку, щелкнуть крышечкой, из этой баночки все, скормить ребенку. Но консервы – это не лучшая штука, эти продукты имеют определенные добавки, сохраняющие их дольше, это не очень физиологично. Поэтому нормальное, естественное, здоровое питание, которое не пересыпано большим количеством сахара, сахарницы, в котором, разумеется, нет каких-то искусственных добавок, которые есть в консервах. Вкусовых, наверное, еще усилить. А улучшители вкуса – это вообще особый разговор. У нас подростки, например, так сильно любят всевозможные вот эти вот быстрого приготовления супы, лапша, вот эту, которую надо залить и насыпать из пакетика там каких-то вот секретных веществ, которые делают ее такой вкусной. Это не хорошая еда, не здоровая пища. Вот, друзья, пакетики выбрасываем, лапшу им отдаем. Сделаем маленькую паузу, после которой вернемся к разговору. Дамы и господа, Ольга Демичева, эндокринолог в гостях у «Страны ФМ». Мы говорим о том, как же мужчинам жить долго, счастливо и выглядеть, и чувствовать себя здоровыми людьми. Ольга, вырос мальчик, ну, там, 18 лет, например, уже и дальше начинается взрослая жизнь. Как ему уберечь себя от того, чтобы вот не накопить эти лишние килограммы, которые потом принесут какие-то проблемы с собой? 18-летний мальчик – это, как правило, очень здоровый человек. Человек, у которого хорошая мышечная масса, у которого… Вы говорите словами военкома сейчас. Ну, на самом деле, вы знаете, я не к тому, что надо всех мальчиков поэтому под ружье ставить. Нет, конечно, мальчики, они же бывают очень умные, они могут двигать науку, например. Но при этом они действительно здоровые люди. Это тот пиковый возраст, когда мальчик имеет высокий уровень тестостерона. Ведь природа достаточно рано делает человека готовым к воспроизводству, да? Оставить своё потомство мальчики и девочки могут уже в том возрасте, в котором это у нас абсолютно не принято социумом. Но мы должны понимать, что здесь немножко есть вот такой конфликт между человеческой природой и социальными запросами. Это уже вопрос воспитания, конечно. Конечно, это вопрос воспитания, это вопрос общества, и то, что сегодня у нас к 40 годам дозревают многие люди до того, чтобы оставить своего первого ребёнка, произвести его на свет, это поздновато. Я не призываю мальчиков и девочек в 18 лет становиться родителями, но я хочу сейчас сказать. 18-летний мальчик полон тестостерона. Это значит, у него что такое тестостерон? Это гормонстроитель, анаболик. У него хорошая мышечная масса. У него много энергии у этого мальчика. Он может много двигаться. И если он будет реализовывать, хочет много двигаться, и он полон интереса к жизни. И вот если всё это будет реализовываться в полной мере, если мальчик будет активен, заниматься будет постоянно, ежедневно, какой-то физической активностью, если он будет не только сидеть над учебниками, что тоже важно, мальчик должен умнеть, в этом возрасте он ещё может набирать хороший потенциал знаний. Но он обязательно должен чередовать свою умственную деятельность с физической активностью и проводить своё свободное время не за компьютером, не где-то там вот в компании за рюмкой чая с друзьями, а на свежем воздухе. Вот опять же, то самое, что было полезно маленькому мальчику, по-прежнему полезно уже взрослому, молодому мужчине. Если это всё будет так, он сформируется как здоровый человек. Что такое здоровый человек? Это человек, который имеет хорошие пропорции, у которого достаточно хороша мышечная масса, у которого нет каких-то хронических заболеваний, посеянных в цивилизации, например, того же ожирения. Что такое ожирение в большинстве случаев? 95% случаев ожирения – это хроническое переедание. Мальчик имеет возможность питаться сколько он хочет, чем он хочет, при этом он мало двигается. Уравнение энергобаланса качнулось в сторону перебора энергии. Не вырабатывает калории. Да, конечно, всё, что съел, надо ещё это сжечь, а если оно не сжигается, оно будет запасаться, мы так устроены. Съел лишнее. Что, организм скажет, хватит, хватит, я больше не хочу? Увы, наш организм – это генетическая последовательность многих поколений, и были времена, когда… На всякий случай жировой депо сохранили. Конечно, люди когда-то жили очень голодно, да? Значит, сегодня наш генотип, с которым вот мы пришли в нашу цивилизацию, он приспособлен запасать жир. Он и будет его запасать, только переешь. В общем, необходимо правильно питаться, двигаться, не сидеть в офисах. Ну, на работе посидел, а потом вперёд, до дома-то лучше пешочком, да, чем на машине. У нас же как, руль под руками, да, сиденье под попой, сел, поехал, доехал домой, сел на диван, включил телевизор, даже включать его не надо идти, вон пульт уже в руках. Жена принесла мисочку еды. Давайте таких ребят, которые сейчас нас за рулём слушают, которые тут только за рулём, к офису и обратно, давайте напугаем. Что может случиться с такими людьми, которые в 18 лет были полны тестостерона, были здоровы, сильны, активны? Что может, ну, не знаю, к 45, что они могут получить, если будут жить неправильно? Ну, есть такая очень интересная фишка. Тестостерон – это гормон, который можно легко потерять, если у вас много жира. Дело в том, что в жировой ткани работает фермент, который называется ароматаза. И вот ароматаза умеет превращать тестостерон в эстрогены, в женские половые гормоны. Поэтому мужчина, у которого много жира, начинает постепенно приобретать некоторые женские черты. У него появляется гинекомастия, увеличиваются грудные желёзки, он становится рыхлым, у него становятся достаточно худенькими руки и ноги, мышцы там становятся немного, у него необильно растёт борода, он становится несколько женоподобен. И это вот как раз за счёт того, что он теряет свои мужские гормоны из-за жира. Да, мы их напугали. Так, мы сейчас сделаем маленькую паузу, пока все трепещут, после чего вернёмся, будьте в компании «Страна.ФМ». Друзья, Ольга Демичева в гостях у «Страны.ФМ», врач высшей категории, эндокринолог. Мы говорим сегодня о мужском здоровье. Мужчины, прибавьте громкость своих гаджетов, телевизоров, радиоприёмников. Мы продолжаем. Итак, тестостерон. Если мы хотим, чтобы он был на должном уровне, чтобы мы были нормальными людьми, полноценными, его необходимо поддерживать на высоком уровне, не переедать, чтобы не возникал у нас эстроген с высоким уровнем. Но вот с возрастом как это всё коррелируется, одно-другое? Что делать, чтобы всю жизнь мы чувствовали себя хорошо? Ну, чтобы мужчина всю жизнь оставался мужчиной, тут нужно соблюдать, конечно, несколько правил. Во-первых, в юности действительно не набирать лишний вес, чтобы в жировой ткани, в частности в ожирелой печени, не превращался тестостерон в женские половые гормоны, это совсем ни к чему мужчине. Кроме того, не вводить в себе тестостерон извне, в юности. Не секрет, что многие молодые люди, которые посещают тренажёрные залы, чтобы быстрее набрать мышечную массу, с удовольствием принимают препараты, вводят в себе препараты мужских половых гормонов. Действительно, это даёт эффект, это даёт прирастание мышечной массы, но... Это вот это называют стероидами или... Да, это те самые половые стероиды. Стероидов-то много, есть ещё глюкокортикостероиды, это гормоны надпочечников, а вот это половые стероиды, как раз которые вот соответствуют мужским половым гормонам, и они быстро вызывают набор мышечной массы, с одной стороны. С другой стороны, они подавляют производство собственного тестостерона, собственных половых стероидов, и это может привести и к эректильной дисфункции, и к нарушению работы сердца, потому что происходит сначала гипертрофия сердечной мышцы, как и всех мышц. Сердце — это мышца, вот гипертрофия миокарда сердечной мышцы, а потом, когда приём этих препаратов уже невозможно продолжать, сердечная мышца начинает, после того, как она увеличилась, изменилась, что уже само по себе очень плохо сердце. Мутировало практически. Ну, в общем, да, да-да, ремоделировалось сердце, да, вот так говорят кардиологи. И вот после вот этой вот ситуации с ремоделированием миокарда, ещё после отмены половых стероидов, сердечная мышца становится дряблой, порастает жиром, и такое сердце работает очень плохо, и это угроза даже внезапной смерти. А если вернуться к ожирению, тут отдельные проблемы, напрямую с ним связанные, мы уже говорили об этом. Мужчина, страдающий ожирением, имеет более высокий уровень атерогенных липидов, то есть тех самых жиров, которые вызывают атеросклероз в сосудах. Сосуды постепенно закрываются, закупориваются бляшечками, просвет их уменьшается, и вот эти вот атеросклеротические бляшки, которые закрывают артерии, приводят к тому, что органы важные, жизненно важные органы, мозг, сердце, мышцы, начинают испытывать ишемию, голод. К ним не поступает кровь по таким плохим сосудам, не поступает кислород, плохо работать начинают органы, портится организм. Кроме этого, повышается сахар крови, сладкая кровь ядовита, все осложнения сахарного диабета начинают реализовываться. Это нарушение функции почек, ухудшение зрения, более быстрое течение того же атеросклероза, диабет, так сказать, катализатор этого процесса. Нарушаются, опять же, мышечные функции, очень сильно страдают мышцы при ненормальном обмене глюкозы. Если еще курит при этом мужчина, очень быстро присоединяется хроническая обструктивная болезнь лёгких. Что это такое? Вот мы говорили, сосуды свой просвет закрывают, а тут бронхи начинают схлопываться изнутри, закрывается их просвет. Они становятся узкие, они становятся забитыми мокротой, вязкой. И вот такой вот плохо дышащий человек с плохо работающими артериями, это уже, по сути, инвалид хронический. Плюс на этом фоне очень быстро стартует онкозаболевание. Не хочется никого пугать, но вот это всё ведь рукотворные проблемы. Вот он много ел, мало двигался, курил, и в итоге мы имеем совершенно испорченный, вот такой потраченный жизнью организм. К какому врачу надо сходить, чтобы провериться сразу вот? Ну, вообще ежегодно надо проходить профилактические осмотры, это терапевт, это абсолютно стандартный набор в зависимости от пола, возраста и факторов риска. Существуют алгоритмы обследования разных групп людей, они не идентичны, эти алгоритмы, и будет понятно, как реализовались те риски, которые человек в свою жизнь пускал. Друзья, пока вы ищете телефон и сайт ближайшего терапевта поликлиники, мы сделаем маленькую паузу, после которой прервёмся. Ольга Димичева в гостях у страны ФМ, у нас сейчас музыкальная пауза, и мы продолжим дальше общаться, потому что нам очень интересно, как же всё-таки не только в 18 лет иметь высокий тестостерон, но и позже. Так что будьте поблизости от страны ФМ, не переключайтесь. Наука и технологии на телерадиоканале «Страна ФМ». Друзья, Ольга Димичева, эндокринолог в гостях у страны ФМ, и мы сегодня говорим о мужском здоровье. Давайте о мужском ещё и долголетии. То есть вот мужчина в 18 лет, он полон сил, как ему постараться, чтобы в 60 чувствовать себя прекрасно тоже, чтобы были мышцы, были крепкие кости. Что для этого? Организм что-то сам может делать, или надо помогать ему какими-то лекарствами, добавками? Расскажите. Ну, организму помогать, конечно, можно, но для этого не требуется ни лекарства, ни добавки. Вот мужчина в 18 лет, увидев себя в зеркале, должен хорошо запомнить, как он выглядит. Сфотографироваться. Да, вот прям сфотографироваться можно. И в дальнейшем нужно к этому образу, к этому хабитусу телесному стремиться. Да, конечно, там появятся с годами, наверное, какие-то морщинки, у мужчин выпадут отчасти волосы на голове по мужскому типу, это естественный процесс. Но телосложение мужское, вот это вот пропорции мужские, которые были в молодости, их сберечь-то можно, если много двигаться, если нагружать вот эту свою роскошную 18-летнюю мышечную массу регулярной физической активностью, если не переедать хронически, если избегать того, что разрушает наше тело, да, того же табакокурения, злоупотребления алкогольными напитками, сиднем не надо сидеть, не нужно в душных помещениях находиться с утками. Вот эти все вещи, они должны исключаться из жизни, и тогда энергичный, полный сил, сохранивший юношескую стройность до очень взрослых лет мужчина, сохранит и хороший уровень тестостерона. Работающие мышцы будут постоянно посылать запрос на тестостерон, мышцам он нужен, и организм будет его производить столько, сколько надо. Смотрите, вопрос такой, это какая-то кардионагрузка, или эта нагрузка должна быть силовая, или нет разницы, чтобы тестостерон в полном объеме производился вот для мужчины в возрасте? Очень хороший вопрос, потому что буквально на днях были опубликованы результаты исследования, которое сравнило разные виды нагрузок в отношении прогноза для жизни. Там были и кардионагрузки, там были и силовые нагрузки, там были регулярные какие-то там иные занятия, у кого-то это были фитнес, у кого-то это были пробежки и так далее. Там было несколько групп наблюдаемых людей, и установлено оказывается, все виды нагрузок, которые являются физиологическими, то есть не являются перегрузками, они все одинаково хороши для прогноза. То есть все люди, которые ежедневно хотя бы 30 минут так или иначе нагружают себя, кто-то бегает, кто-то ходит в тренажерный зал, кто-то занимается дома какой-то гимнастикой, кто-то во дворе сел на какие-то тренажерчики, кто-то на велосипеде поехал, кто-то на самокате. Не важно. Они все будут жить дольше тех, кто сидит дома носом в компьютер или дольше тех, кто из подъезда сел в машину до работы и домой тоже на машине. Это однозначно показано в хорошем большом проспективном исследовании. То есть смотрите, получается, мы гоняем кровь, там, например, от получаса до нескольких часов в день у кого, сколько потребностей, и это прибавляет нам определенное количество лет. Да, не меньше 30 минут физической активности ежедневно, и это прибавляет нам годы и годы жизни. Значит, в возрасте мужчина чего должен избегать? Вот, ну, понятно, что перегрузы организма, да, переедание, вредных привычек, мы табакокурение, значит, спиртное, все это убираем. Что еще? Ну, он должен избегать уверенности, что он вечен. Вот еще есть такая штука. Наступает момент, когда все-таки необходимо проверить, даже если очень здоровый образ жизни человек ведет, а может быть какие-то генетические факторы риска уже вступили в свои права. И вот мужчина после 40, это такая опасная возрастная зона, начинается вот от 40 лет, когда еще он молод, он чувствует себя молодым, сильным, здоровым, но уже могут работать вот те самые факторы риска. Обязательно должен такой мужчина проверить себе уровень холестерина, хорошего и плохого, высокой плотности, низкой плотности. Уровень триглицеридов, это вот те жиры, которые попадают в нашу кровь с пищей. Это все атерогенные риски. Будет атеросклероз, не будет. Если там высокий уровень холестерина, если есть риск атеросклероза, нужно идти к кардиологу, проводить исследование, ультразвуковое исследование артерий, смотреть, не начался ли процесс атеросклероза. Если он начался, доктор назначит препараты, которые называются статины. Они не выпустят атеросклероз дальше, не позволят ему прогрессировать. Люди, которые принимают эти препараты с правильного времени, вовремя назначены, они живут в среднем лет на 10 дольше. По данным всех исследований, это очень важно. Кроме этого, обязательно после 40 мужчина должен проверить себе уровень глюкозы крови, потому что если пропустить старт сахарного диабета, диабет второго типа стартует, как правило, после 40, тоже можно нарваться на целый ряд рисков, сокращающих жизнь. Конечно, не толстеть. И если взять сантиметр, измерить себе окружность талии, и цифра там будет больше, чем 94 сантиметра, ай-ай-ай, это много уже. Значит, срочно надо заниматься теми физическими активностями, которые сожгут этот лишний жир. И, естественно, прежде всего, не переедать. Ищите сантиметр, у нас маленькая пауза, после которой мы вернёмся к разговору. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна ТВ». Мужчины, живём долго и счастливо, потому что сегодня в гостях у страны ФМ врач высшей категории, эндокринолог Ольга Демичева. Ольга, спасибо за то, что вы нам рассказываете такие интересные вещи. Мы поняли про сахар, вы поняли про жир, давление вот с этим, как выжить. Да, это тоже очень важный фактор – артериальное давление. И, как правило, опять же, где-то после 40 оно может начать повышаться. Самое печальное, что в большинстве случаев подъёмы артериального давления субъективно ощутить невозможно. Так же, кстати, всё нормально, самочувствие хорошее, голова не болит, работоспособность нормальная. Манжетка на руке, измеряем, а давление высокое. И вот чтобы не пропустить ещё этот важнейший фактор риска, надо, конечно, после 40 контролировать артериальное давление. Если поймали повышенное давление, если есть артериальная гипертензия, обязательно надо идти к врачу. Повышенное – это сколько? Давайте скажем, может быть, не все. Выше 130 на 80 – это уже повышенное артериальное давление, да. Хорошо, друзья. В общем, меряйте давление, следите. Каждый день необходимо проверяться. Ну, вы знаете, вот каждый день нет такой нужды, если оно нормальное. Вот один раз померили после 40, там 120 на 70, и всё прекрасно. Через какое-то время, через несколько месяцев, ещё разочек манжетку на руку, в случайное время, посмотрите, 120 на 70 – всё прекрасно. Но выскочило вдруг 135 на 85, да? Вот как-то так перемерите несколько дней подряд, и лучше дойти до доктора. Друзья, мы вот не говорим пока про книгу, которая стоит у нас на столе. Ольга, что это за издание? Расскажите, пожалуйста. Ну, это моя третья книжка. Она вышла в программе «Пора лечиться правильно». Есть такая программа российских врачей, национальная программа «Оздоровление нации». Она называется. Это книжка из серии «Академия доктора Родионова». Антон Родионов. Антон Владимирович Родионов – кардиолог, очень хороший мой друг. В этой серии уже много книг, как видите. Это популярная литература, да? Это литература для немедицинских людей, это для обычных граждан, чтобы они знали правду о том, как мы лечим те или иные болезни, как избежать этих болезней, чтобы в интернете всякий мусор не помешал им жить долго и счастливо. Эта книга написана профессиональными людьми, для непрофессиональных пациентов, которые ничего в этом не понимают. Совершенно верно. Врачами, адептами доказательной медицины эти книги написаны для простых граждан. То, о чем мы с вами говорили в течение этого часа, там упоминаются продукты? В том числе и то, о чем мы говорили, там упоминается только гораздо более подробно, и там есть еще много очень важных вещей. Как не набрать лишний вес, как избавиться от него и жить долго и счастливо, вот об этом рассказывает книга. Книга сейчас в продаже, можно приобрести. Да, она в продаже, но она очень быстро расходится, это уже второй тираж, хотя книга всего третий месяц как вышла. И да, она пока есть в книжных магазинах. А ведь нас много, и мужчин, и женщин, которые хотят жить долго и счастливо. Значит, как нам отдыхать? И часто ли надо отдыхать, чтобы не рассыпаться? Потому что многие хотят работать, и время такое у нас энергичное, и в больших городах люди вынуждены. Вот здесь какие-то, может быть, советы тоже дадите? Обязательно надо отдыхать регулярно. Должен быть полноценный сон, 7-8 часов ежедневно, хорошего, нормального сна в проветренном помещении. Это очень важно. Кроме этого, регулярно надо, ну, раз в неделю, в две недели выбираться куда-то на природу, телефон выключать, убирать его подальше и просто активно отдыхать с близкими, дорогими людьми. Отдыхать душой, сердцем и телом. И кроме этого, конечно, регулярные, какие-то уже более длительные промежутки отдыха. Это регулярный отпуск. Как минимум раз в год он должен происходить. А лучше, если каждый сезон на несколько дней вы сможете выбираться куда-то, менять обстановку и отдыхать. И в отпуск лучше, наверное, не брать all-inclusive, да, чтобы не переедать, как мы уже говорим? Да, на самом деле, если вы понаблюдаете там, где all-inclusive отели, как питаются толстые и худые люди, это вообще интереснейший опыт, что не надо есть, чтобы иметь хорошее тело. Большое спасибо. Мы будем следить за изданиями книги, будем ее приобретать. И до новых встреч. Благодарю. Спасибо. Друзья, живем долго и счастливо. Слушаем хорошую музыку, кстати, тоже, да? Хорошую музыку обязательно. Это же для души. Вы слушаете музыку? Ну, как же. Мне тоже хочется быть здоровым. Дорогие друзья, Ольга Юрьевна Демичева была в гостях у Страны ФМ, врач высшей категории, эндокринолог, специалист по палеотивной медицине, эксперт Европейской Организации по изучению сахарного диабета и ожирения. До новых встреч. До новых встреч. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна ФМ.